Керри под фаст пуш, потому что с ченом по-другому трудно играть. Тролль. Тролль. Смотри, неплохо. Или ты тролль? Нет, честно, когда я смотрю, например, на пике артстайла или того же каблака, ты понимаешь, что ты можешь увидеть почти любого героя в пуле. Ну, или PPD, например. Вот, PPD тоже в этом плане очень крут. Ты реально понимаешь, что у тебя есть пул из 100 плюс героев, и ты можешь каждого из этих кнопок увидеть. Не то, что сейчас в мете, не то, что сейчас модно, а именно то, что лучше всего подойдет под данную комбинацию. И мне это очень нравится. Так что я, честно, не удивлюсь, если мы от артстайла какого-то там тролляща свой можем увидеть. Ну, по-прежнему остается еще Ликантроп, например, на выбор. Ох, посмотрите, мне почему-то кажется, что его забанят сейчас. Ну, вот, просто он напрашивается больше, да. Видишь, Вингус перед Брейкера и Чена, ну, как-то, знаешь, оставить Ликантропа... Не, всегда есть типы, которые говорят, мы законтрим. Законтрим, законтрим, без проблем. Вот это пульдогом так контрили. Его медведа, там, 8% винрейт. У нас двенашка вот эта будет. Мы в тех 12% ребят, которые выиграют. Да, 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 да. Your bottom tower is under attack. Your bottom miller axe is under attack. Your bottom range axe is under attack. Dire... Да, да, да. Dire now have mega creeps. Ох, раз минус... Кстати, слушай, про него и вспомнили. Так вот, мимолётом просто упоминаем и всплываем. И в итоге аналитики. В итоге аналитики? Нет. Да. Ну, ладно. Комментаторы. Комментаторы. Жалкие комментаторы. В общем... Волк. Либо это вообще керри венга. То есть, что-то мы прицепились к тому, что это должен быть керри, но это может быть керри венга. На самом деле. И это может быть ещё один суппорт просто. Кто его знает? Именно так всё и произойдёт. Лайкан. О, это Ликан. Да, это Ликан. Которого мы уже сегодня видели. Мы его пророчили. Мы его пророчили. Да, потому что если бы он оказался в бане, то можно было бы уже рассуждать на тех персонажей. Но так, Ликан напрашивался, конечно, больше остальных. И теперь уже пуш вырисовывал на Ви. Причём пуш весьма мощный. Вот под гидой того же Спиритбрейкера, который может очень серьёзно общий шорох на карте нагнетать. Почему бы и нет? Почему бы и не подраться? Можно, можно, можно. И если появится своевременная какая-то мека, а сегодня мы уже видели два раза, Ахмо собирал нас в Спиритбрейкере Миканзм. Не удивлюсь, если и сейчас произойдёт именно это же, то, что это будет такой корова поддержки. Ну и последний пик теперь уже для Мамос Бойс. Чем им отбиваться от этого всего? Им нужен персонаж в центр. Неплохого от спамера и одного, и второго убрали. Это Магнус, это Зевс. Магнус тут и под Джиггернаута классно заходил. Ну и что ещё остаётся? Остаётся, возможно, какая-то Квин оф Пейн, но Квин оф Пейн, я не знаю, с Аганимом первым артефактом разве что. Квин оф Пейн с Аганимом? Не, можно попробовать, да. Сегодня Квейн будет хороший, быстрый, можно постоянно будет капов сносить, не давать запушить и так далее. Или же, или же, ну, Вайпер какой-то стрёмно смотрится. Ну, Вайпер, что он сделает? Он просто будет стоять и наблюдать за тем, как его вышка падает. Появляется на Гонаре. Брэйсфайер тоже неплохо. Да. Да, да, тоже пойдёт. Топоры, Брэйсфайер... Всё. Хотел дальше перечислять, понял, что нечего. Не, ну, этого, в принципе, почти достаточно. Топоров и Брэйсфайер для того, чтобы почти всё зачистить, что может подойти. Просто там подойдут ещё волки какие-то, возможно, не комиконы. Вот с этим что делать? Уже небольшая проблемка. Ну, ладно, возможно, на линиях стараются Мамас Бойс качественно отстоять и с учёт этого как-то понагнетать. Сталкер удастся или тоже Бэйн хорошо получится. Стоит отметить то, что Нави сегодня знали примерно то, что будет какать Мамас Бойс. Обсуждали это всё дело и не удивлены сейчас они. Пиком я уверен. Ну, подготовлен, значит, вооружён. Так что в этом плане, я думаю, и у одной и другой команды должны быть определённые, скажем, преимущества. Но, честно говоря, я ожидал увидеть Ликана в бане. Возможно, Медведь был бы ещё страшней. В подобном сценарии, поэтому, возможно, Мамас Бойс... Я сегодня с утра, с утра, когда пришёл с тобой сюда, думаю, блин, как же мне отсвечивать монитор? И? А потом я помню, что у тебя просто монитор нормальный, а у меня нет. Ничего тут не отсвечивает. Я смотрю на твою идеальную картинку, оборачиваюсь к себе и вижу этот седой туман. У тебя там плёночка защитная ещё осталась. Вот разве что её кто-то не содрал. Ладно, друзья. Начинаем смотреть за игрой первой карты Na'Vi против Mama Boys. И... Секси Бамбу будет играть на Beastmaster. Секси Бейн, Драгон Найт и обзор Найт Сталкер и Пайкат на Джаггернауке. Ну и команда Na'Vi Artstyle будет катать на Ченни, Санейку, Венги, Фолл Спирит, Дэнди на паке, Ликантроп, Дитя Ра и Спирит Брейкер Ахбо. Именно так. Поехали. Что у нас по вардам? По вардам, получается, пока что Санейка вардит. Он стоит. Квард. Вардит? Да, да. В кармане нет варда. Он, во-первых, один уже поставил. Он вардирует. Во-вторых, да. Во-вторых, он ещё и вардирует. О! Нашёл Секси Бамбу. А там не пройти, если просто встать. Да. И Секси Бамбу очень быстро это понимает. Он съедает дерево. Вот. Очень хорошая реакция. Мне вообще нравится, когда такое происходит. Видно то, что игрок собран. А не просто вот это сейчас там. Ну я потыкался вот это в Двингу там. Пузико втянул бочком, протиснул. Извини, не получается. Он на самом деле весьма гудоват. Ну, точнее он накачан. Но он грудастый такой, дядька, да. Древний. Бестмастер? Ну да. Ну он какой-то там... Ну древ... Если у него Primal Roar, древний крик. Конечно он... Не, Primal это... Это вроде древний. Это как по-другому. Ну все правильно. Мастер научился сливать все свои первобытные инстинкты в глушающий вопль. Ну да. Это вот к какой-то Криму относится в этом плане. Праймал. Или древний какой-то. Ну да. Вот что-то в этом духе. Какое-то такое более действительно племенное что-то. Так, ладно. Разобрали мы нашу вот лингвистическую тавасию. И Дэнги против Драгонайта в центре. Паку, конечно, не совсем приятную. Да, расхарасить очень трудно. Особенно с появлением вот Dragon Blood. Армор есть, реген есть. То есть тыкать лишний раз в Драгонайт это просто бессмысленно. Ну ты тыкаешь, но это моментально все регенится. Да, конечно, не стоит вообще забивать на это. Надо харасить, когда получается. Особого внимания ему уделять не стоит. Да, там, смотри, Спиритбрейкер воюет. Пока что пвпшится с сталкером. Но не такой себе эффект. Хотя Ахмо уже получил уровень 2. Это один из важных моментов. Потому что до этого у него был только Greater Bash. Он встрял. Сбегать было нечем. Сейчас уже со вторым уровнем такая возможность появляется. У нас там Санейка, кстати, немного подвстрял. Качает очередной пендаль. Пары еще есть. Слушай, неужели бессмастер пойдет до конца? О, это ошибка. Бессмастера. Ну, подожди, кабанчики могут еще и тут за первого. Ну, Санейка просто в итоге убегает отсюда. А здесь битва за нижнюю рунку. Но Ахмо спокойненько ее, я думаю, должен тут отжать. Да, вот он. Отталкивает и забирает баунти. Опять это битва бомжей из бутылки? Да, 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 да. Так это и выглядит. Нет, тут достаточно такие плотненькие. Там и бомжи. Тиара. Пять на ноль. С мастером они тут воюют пока за Крипчика. Она проигрывает в сражение. Тиара. Но выходит сюда Артстайл. Прошло. Нападает на Саксу. Смотри, первый вейв. Пошел. Дальше продолжать избивать. Артстайл. Еще буквально один вейв. Через одну секунду. Через одну секунду еще вейвулечка залетает. И остается 40 китов. Сразу же зализывает раны Бэйн. И Артстайлу теперь приходится их зализывать. Эти самые раны. Он вообще с Сатиром ходит рядом. Поэтому у него все в порядке. Более чем даже. Потому что 6 хп регена в секунду только от ауры. Вообще да. Вообще может получить совсем приятно. Так, Бэйн. Станчик. По двоим. Ой, да ладно, еще плюшку. Хорошо, Артстайл забирает первого. Но погибает от брейнсапа. Но ФБ. Но ФБ забрал, да. И 1000 на руках. То есть хедресочка или сапог там какой-то. Неважно. Что-то может появиться. Они пушить задумали что-ли? Просто если Сатир стоит на лейне, тут прибыль себя слишком хорошо чувствует. Попахивает, да. Попахивает пушем. Сейчас будет еще телепорт. Сакси Бамбу сразу же подставляется. Ловит еще и Санчик. Ассанчик. Очень вовремя подтягивается. Будет еще пара плюх. Подъедает он Фарри Фаер. Но это никак не помогает. Очень агрессивный прессинг у Артстайла и команды. Перетягивает крипов, кстати. Хватит вам вот эту халяву давать. Подолбали. С крипами каждый пушить может. Беступов попробуйте. Башню сил света. Вы без меня. Да, да, да. Ну и смотри. Действительно. Вышка начинает проседать. Я вспоминаю эти былые времена, когда под предводителя Солнувана вышки падали. Там первая вышка падала на четвертой, на пятой минуте. Это был достаточно стандартный тайм. Хедреска, базилка вот эта вперед. Да, да, да. Ну сейчас мы видим, что вышка устояла. Но половину столба ей снесли. Майя весьма уверена. Причем телега там еще лишний разок выстрелит. И это против двух героев. В числе которых еще и бестмастер. Тут давление действительно жесткое. У нас, кстати, за паратрумом увязался сталкер. Но слишком плотный перед брейкер. Там пятимор не так просто пробить. И щиток еще. Блин, нет. Там гусс еще вот был съеден. Да, из сапог у Чена. Может сейчас купить себе арканы. Контроль уроны. Руну уже тут забрал предварительно. Бэйн. Разгон. Вейв. Это слоу. Пойдут до конца. Да, спирит брейкер бежит. Что, пак сейчас запрыгнет на хайграунд? Нет, не пошли. А почему? Слишком далеко. Слишком далеко. Если бы Бэйн где-то вот на месте варда оказался в итоге, я бы уверен, они бы туда побежали дальше. Но смотри, они обходят слоу. Причем они должны понимать также, что там ябзор. Ябзор подходит. Ябзор подходит. Тут же еще и Ахмо промахивается во его март стайл. Залетает сюда хук. А вот теперь уже проблемки. Тут слишком много игроков команды. Мама бойс. И да, должны погибать здесь нави. Пытался отдаться нейтралом, да. Слишком далеко залезли, действительно. Последнее, что ты увидишь. Бегает еще отсюда Ахмо. Ее должны, наверное, принять. Да, должны. И Венгао летает на нижнюю линию. Потому что там джиггернаут. В это время джиггернаут развлекается с вышкой. Уже почти ты один упал. Без всякой помощи вот этих ченов и так далее. Да, так это самое настораживающее. Соло справляется неплохо с кушем. Скоро шестой уровень. Шестой уровень. Надо быть аккуратнее, потому что Санэк сейчас может дать просто шестой уровень джиггернауту и когда будет грязь. Дэнди, ну, талисман сапог, рыжный стик. Дримкойл был потрачен. Да, ну там кулдаун не слишком большой. Это, конечно, плюс в пользу пака. Он пытается в спину выйти? Или не в спину? Там вообще можно сейчас и в лоб неплохо напасть. 20 секунд еще кулдаун на Дримкойле. Вот он и обзор. Видит сейчас артстайла. Говорит драгональд. Может быть, немножко поосторожней. У тебя команда стянулась. У меня слэш есть, но рядом с крипами юзать ты его не будешь. Спирит брейкер тоже особого не ощутит. Уж правде в глаза взглянуть. Да, ну и слушай, в итоге получается то, что немножко прессинг с нами задержался. Вот они пытались как-то на кураже действовать, как-то давить, но ничего не получилось. Сейчас сдали немного назад. Ну и еще один телепорт. Прилетает сюда Виншфл Спирит. Пак. Пак вообще может сейчас с Дримкойлом уже подцепить кого-то. Быстро и больно была Нар. Не, если тут все три окажутся сразу же, то сталкер, какой бы он быстрый ни был, он все равно умрет. Там все-таки три стана имеется. Дримкойл, стан Винги и еще и разбег. Спирит брейкеры. Это еще если башки никакие не пройдут. Курьера, кстати, вы видели. Пытаются его снести. Он мансит больно. Ну и все спалились еще в итоге, да. Такой вот неприятный момент с Курьером. Тут же разгон в медал. На хука. Ну это просто скорее всего, чтобы сместиться и получить экспириенс за этих крипов. Можно крипчика еще добить. А вот можно было, кстати, убежать от него? Да, можно было, конечно. Он нагло играет очень. Ну ладно, как там дела на топе? На топе выходит опять артстайл с двумя кентаврами, с сатиром. Видимо решили все-таки допушить в сторону. Тут там бух. 20 на 4 с счетом. С хорошим натворсиком. Стоит себе и нормально себя чувствует. Ах, чуть-чуть не хватило рейджа стана у кентавры. Собинается в вышнем времени. И забирается еще вышка внизу. Минус 2 тавра у Нави. Минус 2 тавры. Собираются под ФЦ1. Не получилось. Если контропа вышка достается. Летает сюда Драгон Найт. Пошел станд по артстайлу. Должны спасать его кентавры. Под хаулем. Начинают грызть хука. Хук загулял на самом деле. Подходит сюда и обзор дота. Грызаться в артстайлу. Да, грезет артстайла. Просто сломал его. И что тут делать Санейко? Подходит Санейко. Вообще тут Нави могут неплохо подраться. Продолжает разгоняться спирит брейкер. Но он без шестого уровня. Поэтому его инициация, она слишком слабо. Будет влиять на замесы. И да, и Нави решает отстоить. Отвортила немножко с рункой. Находит он регенерацию. Но все равно у Нави пока дела идут не слишком гладко. Потому что они начинают проигрывать уже целых полторы тысячи из голды. И вроде бы это маловато. На девятой, на десятке вы можете сказать. Но это только начало. Вышка на топе. Да, они, кстати, дают кучу фарму Бомбоа. Который теперь под Т2 своими себя очень хорошо чувствует. У него шестой уровень есть. У него теперь есть Крик. Он уже добрался до Стафа. В общем, не крачи так появятся в ближайшее время. И не стоит бывать против Гернаут. Который топ-1 на Творца на данный момент. 4200. Его надо как-то останавливать. А как его останавливать, пока вообще не ясно. Ну да, пока конкретного героя, который мог бы с ним совладать. Пока тяжело найти такого персонажа. Нужно спиритбрейкеру набирать оп. Пока он немного слабоват. Учитывая то, что это еще есть спиритбрейкер с оффлейна. Так-то на десятой минуте иметь четвертый уровень это плохой показатель. Форма есть. Стан под энди. Кто-то поможет? Ну да, подходит сталкер с сайленсом. А вот это уже неприятно. На у Санейки тоже ведь нет уровня 6, чтобы спасти Дэндимона. Но у Дэндимона есть Арба, в которую он благополучно прячется. Там ещё ахмур. Добавить этот... Аркану с поездом? Я не знаю. Не такой еще звук. Ту, 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 туу! Но это... Не надо. В смысле? Это будет норм? Также нормально. Ещё чтоб так вверх ручкой пока бежит делал. Пару износа, да? Да-да-да-да. Да блин, это топчик. Идея на миллион. Мы столько с тобой идей на миллион генерируем. Как водоморфинг. Как водоморфинг, примерно. Плыви на ловкость. Перекачай статы. А, да-да. Кто пудово, кто-то выпустил уже. Просто об этом не знаем. А ещё не дошла до мировых масштабов. Габан сейчас кусит. Знаю, куда влиться. Смок. Я вот только хотел сказать, что тут все кучканулись. Это, что, заход на Рошана? Да, вполне очевидный заход на Рошана. И вполне понятный, я думаю, для команд Мамма Бойс. Да, так и есть. Вся карта исчезла, логично. Хотя нет, на ботами до сих пор торчат двое. Пошёл Хауль. Вот это уже... Некоторые сомнения должны появляться. 3000 остается у Рошана. Ну, кстати, да, из-за того, что герои сейчас внизу, возможно, не слишком купятся Мамма Бойс. Подобные вещи. Ну, Рошан уже падает. Подходит Драгон Найт. Смок пропадает. Выходит Кентавр. Ну, уже да, понятно. Уже можно уходить отсюда. Я думаю, драться точно не стоит. Привет! 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 Вроде бы сфокусили Бэйна. А с остальными-то чё делать? Мы потратили почти все свои обилки. У Пака нет Дримкойла. Джигернаут раскручивается. Вносит очень много демджа по целой пачке героев. Теряют Гиду. Теряет, скорее всего, Санейка. Санейка успеет дать тебе ещё один стан, но он успевает его дать. Но у дитяра уже без формы. Ему ничего не сделать. Разве что Хауль какой-то нажать. У нас ВХауль минус 2. Да, Дэнди тоже пытается улететь. Нет, пока щитка, но есть 16 зарядов в стиках. Это зря, кстати. Зачем? Зачем? Не уйдёмся теперь? Это сейчас будет гарантированный стан. Возвращаюсь. Вот и всё. Что-то за непонятный конвейер, на самом деле. Вот реально, в момент, когда в Бэйна, в Бэйна всадили всё. Не-не-не, фишка была, когда всадили в Бэйна, и просто надо было бежать оттуда. Да-да, так я же чё, типа вы в Бэйна потратили всё. Вы потратили Дрим Койл, вы потратили Незер Страйк. Что там ещё у него было потрачено? Ещё какая-то дрянь. А, Пак Сайлентс в него дал. Дрим Койл, да. Всё-всё-всё-всё-всё-всё. И в итоге, вы начинаете замес с кулнавнами почти на всех своих ключевых способностях. Так. Ну да. Заигрались. Заигрались. Может подумали то, что есть Аегис, нам реализовывать. Подерёмся, у нас бонус. Как у вас бонус? Контроль формы, это не бонус. Это совсем не бонус. Дали контроль без формы, это определённо плохая была идея. И мека у Чена. Окей. Это хорошо. Потому что у Чена есть Меканзм, это определённо ок. Но мы можем посмотреть на графики, то что Нави выигрывали, точнее проигрывали 3000, отыграли практически всё и сейчас опять тихоньку начинают ланиться. Вот сейчас вышку если заберут, то всё будет нормально. Да. Выберут вышку, выведут всё в ноль. Центральной линии. Отбирать вышки они должны очень быстро. А он тут прожимается фортификейшн. Бьют очень больно. Но они идут защищаться. Башни сил сил света на центральной линии. Башни сил 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 света на центральной линии. Он опять сейчас всё потратит, и бейсмастер, ну, нет, нет, с некрономиконом можно было попытаться напасть на Абб... Апшифт какого уровня? Первого? На первого, первого. Там лвл девятый всего лишь, там очень тяжело уворачиваться, чего угодно. Ну и два телепорта. В разные части пышки. Пак! Финскрип! Моментально просто. Старят, чекочут, сейчас ведь будет Сэненс, так и есть, Сэненс, нужно свапать, Дэнди, свапнули Дэнди, пока ещё живёт, Олхил Ачина. Мека есть, Мекку ещё не прожимал, Мека сейчас прожмётся, как только выйдет. Слушай, там ещё могут кого-то поймать? Нет, не получилось зацепить Бэйна, Бэйн улетел. Харброшая дурака, по сути. Да, ну вот сейчас получилась ситуация прямо противоположная, только с той разницей, что МБИ не пошли драться дальше. Они увидели то, что у них уже там одного забрали, они поняли, что слишком много всадили в этого пака. Вот, собственно, фейсшифт. Потрачено. Стан, залетает, разбег. Хук получает по щам, можно разбить Хилингвард, разбивает его Ахмо, очень важный момент. Надо улететь. Да, заходят сюда Сабуйхиди, начинают раскручиваться. Также здесь Ликандроп моментально сдувают Драгонайт, а Санейка бежит сейчас за Пайкатом. Пайкат получает ещё и стан Волки, продолжает его подсвечивать. Получится ли как-то подбочить? Нет, Ахмо просто разгоняется. Дэнди тоже здесь. Сейчас Мека больше. Мекки нет, не хватает маны. О, Артстайл просто отправляет сейчас назад. Ну, здесь хотя Артстайл погибнет. Джиггернаут. Минус Артстайл. Станчик с Экси Бамбоа. Джиггернаут продолжает крутиться. Разгон, задевает, но не уйдёт от Санейка, некуда ему уйти. Ну, телепорта нет. Просто выигрывает время. И много времени выиграл, но выиграл. Послип Дэнди, но слишком большой ценой. Ну, кого там они забрали? Они забрали... А, только Даганетта, что ли? И Блонара вроде. Блонара давненько. Может быть разве что давненько. А, ну да, там когда на Пака нападали. Типа два в два, допустим. О, всё ровно. Тогда всё ровно. Потому что там... Так-то было 600 галды для... Мама Бойс. Ну, с этим сталкером. С которого всё, собственно, и начиналось. Эй, нет! Дэнди, Дрим Койл и Обзор Дота. Дрим Койл порвал. Есть Некрачи. Разгончик. Ну, всё очень чётко делают. Под Хаулем с Газы. Под Хаулем, да. Много дэмэджа. Ну, жалко, что вышки здесь нет. Тир-1, так бы можно было ещё её... Тишка стоит на ботами Т1. На неё, по сути, и шли. Вся эта стычка и получилась. Ну, и тут на Т2 в Медлен. Башню Сил Света на центральной линии. Тут же фортификацион. Пак Крипов подходит Ченовских. Есть Мека. Ультимейт пока в КД. Ну, Михауль пока в Кулдауне тоже. Да, тут, по-моему, так и так подыкнушка. Башня Сил Света на центральной линии. Чуть рогонает. Подтягивается. Слип. Слип на столу. Финсгрип. Финсгрип. Сайронс моментальный. Хорошо, как влетают. Кентавр так же даёт неплохой стан. Хук переключает на ПК Армлет. Ну, вот Ахмо. Ахмо пока Током уже ничего не может сделать. Зачем в него всё это всаживать? Так же его спасают. Сейчас Ревенчавл Спирит. Ахмо. Мы слышали этот умнислэш, но дитяра убегает. Пёс бежит. И пёс уйдёт отсюда. И Na'Vi просто убегают. В разные стороны. Там поконя ещё Санейка может быть? Ну, Санейка походу опять тут останется. Вообще уже все фуловые. Артстайл с фулманной. Можно и подраться. Прайм Аурор потрачен. Ну, кстати, Дримкоил есть. И блин будет через секунду. Дэнди будет прыгать. Не стал. Не стал. Решили без Ликантропа не вязываться. У Ликантропа там вторые, короче, готовы. Сейчас дофармят третий. И будет всё намного лучше. 8-7. 18-ая минута. Преимущество Na'Vi порядка полутора тысяч. Плохо. Ну, уже да. Уже потихонечку они перетягивают одеяло на свою сторону. Но я не знаю, если дело зайдёт о серьёзном лейтгейме. Как будут дела обстоять у Na'Vi. Кто, кажется, сильней. Хотя, все мы забываем про то, что Чен уже давным-давно перестал быть early-game персонажем. Он сейчас и в мидгейме, и даже ближе к лейту способен творить вещи благодаря тому, что может эншентов переманивать. А там драконы со своим фаерболом новым просто творят какую-то невероятную фигню. Да-да-да. Макропира. Ну да-да. Просто много макропир. Кладётся. Пару драконов взял и всё, выиграл катку. Ну что, заход на Т1 на ботами. Очень быстро будет падать вышка. Контропа она бы не помешала. Фактически гарантирует ему третьих нектарочей в ближайшее время. Ну, Чен забирает вышку. Он 1400. Ничего страшного, ничего страшного. А поинт-дюстер ему не мешает. Чену бы тоже лишние деньги не помешали, действительно. Ну, Дэнди уже тоже подтянулся. У него тут тоже 200. Интересно, может быть... Ну, они очень быстро будут. Дэнди, не знаю, может какой-то EU или некрачей тоже... Док, вот я тоже хотел предложить некрачей. Почему бы не некрачей? Вот некрачи смотрятся, в принципе, годно. Равно прожали фортификейшн. Хауль ещё не был тыкнут. Сейчас ткнётся. Хауль ещё даже тыкать не буду. Он на Т3, возможно, приберегут. А, да-да-да-да. Они понимают, глифа нет, ребят. Мы сейчас за этот Хауль со своими суммонами разваливаем пол базы. Глиф? Да, конечно, глифа нет. Они просто даже суммонами сейчас могут Т3 забрать. Вот в чём фишка. Нечего отспамить толком суммонов. Вот сейчас подходят. Да, пошли некрономиконы, пошли волки. Вот он пошёл, Хауль. И посмотри, что происходит с вышкой. Где ваш глиф? Уху! Чё с глифом, пацаны? И отступают. Отступают пока что. Нави. Забрали Т3, заработали кучу денег просто за три вышки. За один заход снести три тавера. Да, это очень много денег. Открываем график. Нави смоук. Нави делают нави смоук. Ооо, нет, они убегают. Это такой полу нави смоук. Да, вот он. Порол третий микрон. Теперь уже у бестмастера. И как дела идут у драгонайт? Драгонайт с блинком и армлетом. Тоже хорошие. Кстати, фаст хекс попробует какой-то забрать. Тоже, кстати, неплохой вариант. Ну, типа да. Но на него денег надо совсем много. Фрешку у него есть. Фрешку у него есть. Фрешка есть. Фрешка есть. Какой-то мистик став уже можно купить. Ну, не знаю. Хекс, он всегда хорош. Мы постоянно говорим, что хекс всегда хорош. Но собирать его так рано. Когда ты толком еще фармить даже не можешь. Конечно, он тебе конкретно поможет чуть пофармить. Но пока ты его дособираешь. Выход. Кентаврик не спалил. Драгонайт запрыгнул. Будет Станвард Стайла. Да, Станвард Стайла нашли. А Ваня только сейчас прожимал грифсы, но они тут не спасли. Всю капшу потерять. Ничего не спасло. Линза появляется у Венги. Тоже хорошее приобретение. Тем более, если Линза... Точнее, если Венга это играет как раз вот там четвертую пятую позицию. По сути, Линза ей дает плюс один уровень культе. Там вот, дается там по 250 прирост, а Линза дает 200. Очень часто бывали моменты, когда Венге не хватало 11 левела раньше. Именно для того, чтобы высвопнуть кого-то. Шел очень быстрый ответный пуш. Тезава сейчас тоже уронят. А Тимпуль тоже нет смысла. Ты понимаешь, что Чена нет. Связываться в драку пока вроде не особо круто. Другое дело, что сопротивляться сейчас по сути нечем. Башня сил тьмы на нижней линии разрушена. Между на Вям? Ну да, как бы, подошли, затыкали вышку в Dragon Form. Пошел разгон. И обзор. Дота врезается. Тут двое могут и накричать. Есть ультимейт. Дримкойл не вытолкнули, но можно попытаться еще. Эйм, хороший Дримкойл. Есть еще и Стеланс. Минус Экси Бомбо. Еще и САКСу нашли. Какой хороший слаб. Триплкилл от Дитя Ры. И тут же надо ломиться в мидл. Разгон Джаггернаута. Типауты нет. Погоди, у него, во-первых, нет... Типауты нет. А куда делся? А, и просто поменяли направление на Хука, но нечем сбить телепорт. А зря. Вот это досадный момент. Не успела подтянуться до Винга. Почему по мету не хотят зайти? Ненадолго. А в Рошана стоит. Можно зайти сначала на Рошана, а потом все по той же схеме. Либо на нижней линии, ну на нижней линии лучше все, наверное, прыгать. Там все-таки Тир-3 уже нет. Ну и тут Смоук от Мамо Бойс. Хотят они пойти сейчас, помешать забрать этого Рошана, но сделать это уже не представляется возможным. Там Савухи начинают задувать. Пошла ночь. Ябзурдота. Еще есть Аегис. Можно даже свапнуть стан. С какого расстояния? Немоверного просто. Есть же разгон. Сайланс. Ябзурдота моментально должен погибать. Заслипали, пытались хоть это подсейвить. Слушай, но он еще живет. Вот это самое страшное. Потому что Санейка как раз сейчас может перестать жить. Джигернаут раскручивается. Пак взлетает и улетает на базу. Санейка высвапывает Драгонайта. Тут получает стан. Еще один разбег. Слушай, ну если доказывать... Ультимейт, если что, у Спиритбрекера. Поэтому он тут и ультимейт есть у пака. Вот сейчас надо идти. Сейчас надо идти по мидлу. Просто разводить Драгонайта на байбек. Да, 36 секунд это много. Линия тут серьезно подпушена. Есть Некрачи. Да, Некрачи, Хаули и все дела. Все есть. Все на месте. Пары. А что-то пары закинул без мастера на фул рейндж. Но это не мешает быстро взрывать. Тем более, что Глиффа по-прежнему нет. Да, Глиффа еще 25 секунд. Он не слышит, если что, потрачено. И еще и бараки начинают грызть. Но маловато, конечно, хрипов. Хотя... Джаггернаут от вертушечки заехал. Нет, Джаггер очень классно сбрил. Ульт. Джаггера. Сайлент. Моментальный минус. 40 секунд. Нужно делать байбек. Джаггернаут пока не делает выкуп. Срочно нужно делать байбек. Вообще всем тут нужно делать байбеки. Потому что сейчас рискуют просто отдать в сторону. Потому что Джаггернаута Кмопка это неактивно. Я не знаю. Вот он только-только выкупается. Перед этим уже Хук потерял половину здоровья. Нападение на Дэнди. Дэнди щекочет. Сакса не успевает додушить Дэнгимона. И Дэнгимон убегает. Артстайл уже отсюда никуда не уйдет. Санейка, наверное, тоже. Да, он, конечно, помансит малость. Ахмо может еще не убежать. На самом деле его грызут. Пошел стан. Разгон через одну секунду. Затукли его сайленсом. Пора бежать. Затукли его сайленсом. Еще и уйдет. Ну, нормально. Забрал в себя много. Я знаю, чем выражено вот это нападение на этот барак. Личной неприязнью Ивана. У нас бывают ситуации, когда мы перекидываемся парой добрых. И я почти уверен, что прозвучала фраза на зло Касперу. Ну, почти. Почти. Типа того. Они могли забрать рейнджевой. Вот реально могли. Возможно, слишком поверили в себя, но... Ладно, бок с ним. Не получилось зайти. Это неприятно, потому что дали немного денег. Ведут очень много. Поэтому, возможно, есть вероятность то, что решили пренебречь этим фидом. Но, насколько он в дальнейшем скажется на игровом положении, мы узнаем этого матча. Карт. Гойлд по троим. Свапчик разрывает. Но там фьюри в этот момент было. Поэтому бессмысленно. Не кратчей. Нужно атаковать. Держи форма. Прожимаются грибцы. Тиммейт здесь нужен. От спиритбрейкера. Хотя бы ДК. Ну там очень большая гапша бежит. Поэтому уходят. Мама бойс. И Сакси Бамбу тоже убежать. Ничего у нее не получается. Фурк улетел с телепорта. И Сакс тоже отсюда убегает. Не тех убили. Не тех убили. Нужно было убивать тех, у кого нет байбеков. Ну это легко сказать конечно же. Трудно сделать. Да. Саксом пошли. Минус бейт. Вообще у двух пацанов по-прежнему нет байбеков. Поэтому Na'Vi по-прежнему имеют неплохую возможность зайти на хг. Как рачей нет сейчас. Но там нет двух героев. Это тоже не такой бонус маленький. Маленький. В виде двух героев? В виде двух героев. Мигают на то место, где находятся крипы. Возможно стоит их как-то там подпушить, отпушить. Но Na'Vi видимо осознали, что не успевают ни при каких обстоятельствах зайти на хг. Без болезни. А можно спокойно пофармить. Да фармить необходимые айтемы. Типа Кераса, которая скоро появится у Ликантропа. Которая сильно пробустит и всех саммонов. И самого. Спиритбрейкер просто с Кримсом Гвардом. У вас хайтом? Так, Джукернаут, смотри. Две двести. Яша есть. Мммм. Сейндж? Или что-то более внятное? Ммм. Я думаю, что это Манта Стайл будет. Все-таки Сайланс ему пака надо скидывать. Побоится, скорее всего. Собирать Сию. Бесстрашный. Бесстрашный. Бесстрашный Джекернаут. Бесстрашный Джекернаут берет Сию. Да? Кто его знает? Почти БКБ у Драгон Найта. за вот как раз хотя блин вот вроде бы и нужно ему это бы к бы этому драгонайта то что хотим стан венги не ловить но с другой стороны почти все остальное что на почти пробивает его бкб так у нас тут заход по верхней линии теперь от нами и попытка выйти в ухо у команды мама бойцы азовым вижем вот те же на венаме плохо подозревает что происходит видят ночь вот венга просветила все всех увидели нави всех увидели должна быть срочная перегруппировка да в этой драке я обзор тоже сейчас будет умирать даже если не умрет то сделать больше ничего не сможет потому что ни мана ни хп не остается и гида кстати только что была изъята разница потому что файкад погибает байбек у него 60 секунд нет юл подняли еще и дк нашли минус драгонайт вот так вот так вот получается байбеков нет ни у кого топу крипы на хайграунде сатир мучитель подошел сейчас должны забрать очень быстро нави вот еще барабаны нажимают как бы сталкер отспамится ничем не может бейн тоже еще и санейка идет там со своим свапом ищет себе жертву может я просто развернуться и бейна туда замесить толпу было сделать я думаю что стоит просто пушить на самом деле под хаулем не конечно нет можно можно безусловно вот например как сейчас бейна заживала бейна убили все именно это я и бил ввиду вот так можно сделать разрушены ты тут же в миддом вышки да внизу тоже нет вышки вообще можно все забирать сейчас пробанчики вот куда не нужны заряды на парадах да нет все правильно делаешь экономия времени даже там на 5 процентов на 10 процентов просто нереальная экономия закончить очень хотят закончить нави там дал мне слэш еще 30 секунд просто удачный свап сейчас сваплю не кратчей и просто в бараке вот бомбу опять поймали там отличный стайл с дримкойлом по троим да посмотри как они начинают разворачивать просто надо бить в бараке прожарить барабаны это мега крипы ну и на самом деле мари бой смогут писать гг потому что саться им с мега крипами абсолютно нечем казармы сил света на нижней загулял гг пишет хук нави за 30 минут зарабатывают свое второе очко победа нави что ты вытащил сэнджин дешев достанется а там а ну на youtube у нас смотрят дети какой должен зуб зачистивающийся жиринки здесь быть да неплохо неплохо сыграли на AV очень уверенная победа да может этим попробовали поэкспериментировали сейчас реализовали свой пуш подстоял начинание очень хорошо сыграл часто выходил на топ часто это все реализовывать быстрее бессмысленно